здорово первое что вашего парни 14-17 лет когда их встречаю в жизни я думаю первое что его спрашивают это что из них что сказал рады рады игорь и еще раз можешь повторить рады зрим а road to the dream хорошо игорь а какие пять книг посоветовать это игорь как ты накачал такие огромные банки блядь игорь а ты ты как у шварценеггер банки я никогда таких банок вообще не видел но это о боже о прекрасный о гениальный и посмотрите на него он доволен он доволен собой он блять накачал такие банки бог господи но это 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 невероятно отныне я считаю что на мистер олимпия должны выдавать такую статуэтку игоря войтенко скромняка я считаю что скромность это как бы она красит игоря но сейчас на друзья первым что они спрашивают это игорь посоветуй пару книг с чего мне начать биздец то есть принять они подходят к чуваку с огромными банками и спрашивать типа посоветуй пару книг с чего мне начать то есть как это блять работает типа с такой же логика они должны подходить к профи у меня нет огромных банок друзья фессу какого-нибудь гарвардского нет александра я не уйду я пока здесь я решил с вами хотя бы до нуля сегодня посидеть посмотреть как будут просмотры как будут донаты пока я доволен сити это блять по биологии там по я не знаю по классической литературе двадцатого века и спрашивайте извините пожалуйста уважаемый профессор а как мне накачаться игорь я могу поверить что тебе подходят ребята и спрашивают как им накачаться как похудеть или наоборот набрать вес да хотя как показала практика твоих лет ты в этом не шаришь но почему они к тебе подходят блять и ты съешь свои мускулатуры вот эту маечку надеваешь в обтяжечку и они у тебя спрашивают про книги это блять нелогично типа если они так делают им уже никакие книги не помогут я хочу начать читать либо я прочитал вот одну книгу что мечта дальше именно поэтому сегодня хватит нас человек не умеет интернетом пользоваться то типа с хуя ли ему вообще ну я не знаю топ 5 книг для подростка есть ты ничего никогда не читал либо если ты еще не прочитал эти пять книг даже если ты уже вышел из возраста подростка ты обязательно должен ими заняться этими книгами мы затронем три сферы первая сфера это бизнес первая книга по бизнесу которую ты должен прочитать номер два это а есть книга в которой описан ну вот этот алгоритм действия когда ты начинаешь делать хуёвейшие дешевейшие футболки рад вздрем выпускать по 500 тысяч коллекций видов в день блять и при этом кто инквизитор демон я инквизитор демон пёс ты чё ты кто это критик плохо есть такие книги игорь пожалуйста я надеюсь ты посоветуешь саморазвитие первая книга по саморазвитию которую ты должен прочитать и далее это биографии великих людей где в каждой из биографий ты сможешь найти себя до великолепной биографии я надеюсь в этой подборке книг будет замечательная книга арнольда шварценеггера вспомнить все самая честная история моей жизни в которой он блять говорил что никогда не употреблял фармакологию стероиды и накачался исключительно на своем вот эти вот самые честные блять биографии по факту на поверку оказывается что большинство биографии блять всяких там чем старше человек я имею ввиду чем дальше он находится от нас по этой спирали истории или по прямой истории неважно как вам больше нравится тем больше практика показывает что большинство фактов из его биографии это либо выдумка либо упускается приступы принцип историчности когда мы должны рассматривать биографию вне вне отрыва от времени то есть ты думаешь что человек сделал одни и те же там какие-то поступки по одной причине а по факту он сделал потому что был вынужден на каком-то отрезке пути в одном из этих трех великих людей ты сможешь найти себя и это даст тебе немерено вдохновение немерено идей и немерено желание для реализации себя в будущем и прежде чем мы начнем рекламу ты не читал одну из сегодняшних пяти книг обязательно поставь их в максимально срочный приоритет потому что прочитав ее она может полностью либо изменить курс твоей жизни либо либо вертой курс фармакологии корректировать его в более правильно остаться всегда шутить не смешно интересный вопрос направлении начинаем друзья топ-5 книг и не говори что игорь я уже не слышал читал ли ты их поехать номер один начинаем с биографии первая книга вдохновила меня это арнольд шва блять ну ты бы это блять при но это просто очевиднейшие это было блять легко угадать сейчас будут охуительные истории как арнольда ничего не останавливало даже я просто читал эту биографию и типа я даже в 23 года когда я читал я охуел блять типа от того насколько арнольд пиздобол вот просто пиздоболище блять вот просто такой лжец и типа еще вот назвать самая правдивая история моей жизни все же типа знают что арнольд шварценеггер ради победы в олимпии ради переезда из австрии в сша вступал в интимные связи с джо супер маргиналом наверно вступал вейдером но там когда он рассказывает про свои гомосексуальные отношения он говорит ну мне предлагали но я ничего такого не делал действительно джо вейдер просто решил взять и привести никому не известного нахуй англии этого австрийского паренька из славной деревни грац на окраине германии в сша и сделать его звездой блять выдавать ему статуэтку мистер олимпий даже с учетом того что у того же фрэнка зейна форма была лучше да и вот эти все вещи но все знают что это правда блять арнольд он же не пиздобол он же не лжец да снеггер моя невероятно правдивая история друзья если ты хочешь да есть кстати даже фотки где арнольд там с джо вейдером и арнольд там голый короче стоит и типа переодевается не арнольд не был гомосексуалом то есть и типа кроме того я против гомосексуалов ничего не имею я имею а что плохого в японских школьницах и собжан как бы претензии к его лжи и блять и там он рассказывал никогда не использовал фармакологию и многое другое но то есть вся книга арнольда это просто пиздеж это ска сейчас друзья я жду я притаившийся тигр я жду когда стас обосрется и я выйду доски блять и атакую конца христиана андерсона вдохновение на тренировки на реализацию себя на то чтобы не бояться вырваться из маленького городка твоего в более крупный далее блин люди в чате спрашивают откуда типа инфа про гомосексуальность арнольда во первых арнольд не было гомосексуалом он был бисексуалом ну то есть является им во вторых сейчас арнольд активно поддерживает лгбт хотя она это да это даже косвенно не говорит его гомосексуальность не знаю зачем я это сказал множество мастер аргументации к статей на эту тему есть и про то как он наркотики хуярил да он говорит то что ну тупо вообще бессмысленно комментировать если интеллект зрителей превышает там не знаю пунктов 50 хотя бы вот так вот где-то и про арнольд это мы его нравится то есть я сам рост на его фильмах мне нравится но арнольд это один из самых ужасных людей блять в истории если человек арнольд шварценеггер один из самых ужасных людей в истории кайф а эти а смысл от комментировать вообще ребят просто какой-то гопник вещает комментирует речи другого гопника и арнольд вы сразу становится одним из худших людей в истории арнольд шварценеггер всегда есть вырезанные кадры из фильма качая железо и там он рассказывает о том что он мечтает стать как гитлер потому что гитлер величайший человек в истории он типа его фанат и прочее посмотрите там полный пиздец и как хотя бы прежде чем как бы оспаривать посмотрите это потому что арнольд шварценеггер признал что восхищался гитлером так в молодости он восхищался адольфом гитлером его косноречием и лидерскими качествами долгие годы шварценеггер всячески отрывался юношеские высказывания зато его откровенная книга вспомнить все расставила все точки над и ну все и чё ну блины чё я восхищался гитлером например потому что он начинал самых низов почти не имеем в образовании достил вершин во власти и чё как сталин то есть он с тем же успехом по тому же критерию мог бы восхищаться сталином сидя перед камерой я философствовал о том что мало кто способен вести за собой в то время как большая часть человек то же самое к сталину можно применить то есть видите никакой разницы между гитлером и сталином здесь не было бы просто видимо проблема в том что для арнольда шварценеггера которые но кем он там является арнольд шварценеггера где он родился давайте вспомним он же вроде австриец до австрия да он родился в австрии в 1900 даже сорок седьмом году ну правда поздновато но видимо гитлер не был более близким культурным персонажем и конечно против гитлера то есть нет но понятное дело что с так сталина восхищаться ему было бы наверно культурно не так удобно арнольд но это очень плохой человек объективно и то что он сейчас там про веганство рассказывает его там сосулин разоблачал арнольд это большой лжец это не отменяет того что у него великолепная форма была того что он очень ну светлое детство нам так сказать подарил с хорошими боевиками 90-х но как бы такое в более крупный далее махнуть за океан есть ты хочешь этого авантюрного вдохновения когда ты заряжен на все ради своей мечты друзья эта книга моя невероятная правдивая история арнольд шва невероятно правдивая человек не может правильное название даже книги произнести но рекомендует без ты хочешь почувствовать за это хардворк если думаешь что ты сейчас много делаешь почитай про арнольда когда он только приехал в америку сколько у него было дел одновременно история арнольда как они одновременно с франко коломбо работали по 8 часов укладывая стены по стройке далее он параллельно рассылал и составлял программы тренировок номер три он тренировался по три часа две тренировки в гол джим номер 4 он успевал вести развивать свой бизнес по недвижимости когда ты увидели истории про бизнес арнольда по недвижимости войтенко тебе чего не расскажи ты во все поверишь ну то есть у тебя вообще нет абсолютно никакого критического мышления действительно арнольд блять он по в кино он забей вся жизнь арнольда она сводилась к тусовкам блять у него детей там непорочный зачат нет у него детей очень много по всему миру потому что он типа еще и диким бабником был и и человек по сути-то он женился на этой шадов пишет книгу про бодибилдинг я недостаточно силен дочери по моему кеннеди там сенатора я не помню как точно он типа он был альфонсом обычно то есть о чем ты блять рассказываешь для тебя на человек который даже будучи не гомосексуалом вступал в интимные связи с мужчинами ради продвижения который обманывал кучу людей как он сердце моливой поступил когда обманул его как он поступил с фрэнком за и нам как он поступил с тем же самым луи фире нею и прочие блять него то есть у тебя вот этот игре тебя не наталкивает книги они нужны немного ну как бы нужны еще и для того чтобы критическое мышление развивать нет критическим мышлением ты просто понимаешь есть но если человеком говорит что там нужно взять критическое мышление но скорее всего он найдёт ну как ни странно потому что критического мышления как такового не существует вы не можете раскритиковать критическое мышление когда вы критикуете с основанием с основания науки например, ну и что, вы критикуете с точки зрения науки что-то. Вы можете также критиковать что-то с точки зрения христианства или с точки зрения, там, не знаю, ислама. То есть, в целом, критическое мышление как концепт вообще не имеет никакого смысла. Вы можете просто сказать аналитическое мышление. То есть, то, что вы разделяете информацию на какие-то данные, которые вы так или иначе пытаетесь проверить. Шадов, а где твой бизнес здесь? Где твоя качалка? Здесь моя качалка. Заряд, быстро сел, пиши новую философию, и теперь бы грек в... Всё, у меня есть ещё... Чё ты? Ну, то есть, довольно странно. Новый уровень. Новый уровень, приступи к нему, Игорь. Ты не был, ты поймаешь. Есть новый уровень активности и эффективности. Поэтому, обязательно, номер один, это моя невероятная, правдивая история, Арнольд... Уважаешь Арнольда, оставляй лайк. Ну, Арнольда уважаем, например. Те-то каким хуем, блядь, почему те должны за Арнольда лайк ставить? Шварценеггер не пропусти. Со второй книгой мы... Потому что он байтит на лайки. Идём в сторону бизнеса, и первая бизнес-книга, которую я бы рекомендовал подростку. Это богатый папа, бедный папа, ровный папа, ровный... Блядь, это пиздец, блядь, господи, какой же уровень деграданства, блядь. Ну, и ещё Роберта Кийосаки, блядь, на которого тоже можно посмотреть, как, например... Ну, а Сталин, Ленин, Маркс... Это не уровень деградации, и при этом отрицание философии. То есть, для человека, для Стаса Айкок просто, одни из самых великих людей, ну, это философы, по сути, ну, Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Но при этом он совершенно без уважения относится к философии. Он не понимает, как работает философия, откуда появились Карл Маркс и Фридрих Энгельс, откуда они взялись, откуда их идеи были взяты. И в споре, главное, с кем эти идеи были получены, в том числе. Интересно. Это не уровень деградации, конечно. Тем более, я не уверен, что Стас читал Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Просто максимального, блядь, лжеца, у которого не было никогда ни одного успешного, более-менее успешного бизнеса. Он во всем, за что брался, терпел неудачу. Но это очевидно, блядь. Что дальше? Стивен Кови, 7 навыков высокоэффективных людей. Карл Маркс можно еще. Впрочем, говно. А вы еще говорите, что там кто-то срет в голову. Вот, вот это вот просто пиздец. Роберт Киасаки. Если ты слышал миллион раз про нее, но еще не читал, ты обязан. Мы еще не спим. Если есть заказы, мы еще долго будем не спать. Разделать. Потому что это как фундамент. Это как фундамент. Это то, откуда ты стартуешь. Фундаментальное понятие. Да, действительно. Просто, ну, по сути, всю книгу «Богатый папа, бедный папа» можно свести к тому, что Роберт Киасаки, ну, типа, не уважал вот этот вот персонаж, Роберта Киасаки. Он не уважал своего отца, потому что отец был беден. Это не отменяло того факта, что отец был, там, крутым то ли инженером, то ли еще кем-то. Но Киасаки отказался, по сути, от своего отца для того, чтобы учиться у другого чувака, который дохуя денег зарабатывал. Я все это тоже в детстве читал. В детстве, блядь, мне было там сколько лет? 18, когда я впервые прочитал Киасаки, там, «Квадранты денежного потока» и прочее. Мне даже тогда мозга хватило понять, что это полная хуйня. Что единственный способ заработать много денег, это начать учить тому, как заработать много денег. Которые могут полностью перевернуть твой взгляд на жизнь. И, возможно, ты сейчас наметил курс. Вот я закончу здесь, потом пойду туда, потом пойду туда, универом. У меня будет все красиво, все безопасно. Это... 52 тома Ленина. Зачем их читать-то? Их сильно много. Книга может полностью взорвать тебе мозг. Поэтому прощи ее обязательно и как она взорвала и перевернула мои понятия и вдохновила меня на дальнейшие свершения, на которых я сейчас, на тех этапах, на которых я сейчас... Ну, а продавать футболки и учить, блядь, как учить. Отличное, блядь, отличное совершение. Если я нахожусь, так же она может вдохновить и перевернуть твое мировоззрение. Богатый папа, бедный папа, установи правильный фундамент. Номер 3. Возвращаемся к биографиям. И на этот раз у нас Бен Карсон. Мысли широко. Если ты хочешь номер 1 вдохновиться на учебу... Номер 1. Три, друзья, книга. В этот раз у нас Саморазвитие. И это одна из самых первых книг, которую я прочитал, будучи еще в общаге. Мне было тогда 19 лет. И эта книга тогда... Блин, в 19 лет я сформулировал свое учение в общих чертах. Впервые. Как ни странно. Запустила мой мозг. Запустила мой мозг в сторону... Говна. В сторону каких-то больших идей. В сторону великой жизни. Великая жизнь, блядь, у человека. Весь интернет смеется, потешается. Вот это великое, блядь. Вот это ты добился величия, нахуй. Не, ну тут-то, конечно, бесспорно. В интернете-то смеются надо всеми, но, блядь... И твой мозг также, друзья, это Робин Шарма. Кто запачит, когда ты умрешь? И пускай тебя не пугает, название эта книга на миллион долларов. Почему я советую мне знакомого? День. Почитать, как он. Блядь, неужели я ошибся в Айтенко и Стивену Кове не будет? Это ж любимая книга Соболева. Вы с ним деграданты одной породы. У вас же должно быть это. Книга, друзья, о безумном, о весельчаке. И просто об отпетом парне, Ричарде Брэнсоне, друзья. Ричард Брэнсон, к черту все, берись и делай. Бля, Брэнсон такой уебан тоже, блядь. Ни одной из этих книг, кстати, я не читал, и нормально. Уже был уверен, что он не вернется, а его... Да, над Стасом реально тоже никто не смеется. Он крутой. Ты живешь у себя, допустим, где-то в селе, да? И все, что ты видишь... Это село. Вот, жизнь в ограниченной пяти улицами. И 15 человек... Вот эти вот улицы в селе, блядь, все знают? Улицы, блядь, в селе, ну охуенный историю, брат. Начинали там же, где начинаешь сейчас ты. И чего они добились? И когда ты... Рубника. Положаем работать вместе. До встречи. Завтра, РД. 47-й день. Род из Дрим 70... Род из Дрим! Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Мне нравится. Ты пошел вон от. Че это за гей тема?